Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу вам показать простейший рецепт блюда, очень вкусного, для которого понадобится всего дна посудина. Подойдет вот такой вот чугунок. На худой конец кастрюли с толстым дном. Нет у вас кастрюли с толстым дном. Используйте сковородку, только глубокую и большую. Список ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. А сейчас поехали. Начинается с обжарки домашней колбасы. Я ее сразу по 4-5 килограммов набиваю и замораживаю. Если вы до сих пор не вступили в ряды домашних колбасников, ну, купат в магазине купите. Масло на дно растительное. К слову сказать, я колбасу примерно час назад из холодильника достал, но ей бы получас хватило, потому что диаметр-то небольшой. Я имею ввиду калибр оболочки, надо слегка подрумянить на сильном огне. До готовности доводить нет смысла никакого. Я ее и обжариваю, только ради румяной корочки. Сам пока займусь овощами. Мне понадобится лук. Кубасу, наверное, уже пора перевернуть. Видите, как подрумянилась красота. Теперь сельдерей. Эту улитку уже можно вынуть, а на ее место вторую класть. Чеснок и сладкий перец. Вот эти прижаристые бачка придадут соусу особенно хороший вкус. Пора вынимать. А на место кубасы отправляются овощи. И вот их надо поджарить как следует. В периодическом помешивании понятно. Всего на этот процесс уйдет минут 15 в такой посудине, большой, и с этим количеством овощей. Если у вас будет гораздо больше овощей, естественно, все дольше времени займет. Если и меньше, то быстрее. Кстати, колбасу пока можно кусочками нарезать. Вот такое состояние мне будет в самый раз. И теперь к овощам отправляю протертые консервированные томаты. И пряности. Копченая паприка. Вот так, наверное. Тимьян сушеный. Тоже, наверное, пол чайной ложки. Сушеный базилик. Пол чайной ложки. Эстрагон. Целая ложка. Даже с горкой. Вот так вот. Ароматы. Сказка. Знаете что? Надо бы базилика еще свежего добавить. Что-то плохо на меня растет. Хреново из меня. Садовод, наверное. Садовод. Сразу все к овощам. В морозильнике у меня практически всегда лежит замороженный бульон. Я курицу целиком, как правило, покупаю. Разделываю ее на куски. Концы крыльев, остывы, шею складываю в морозильник. Когда там наберется огромная куча, из этого варю бульон. Иногда просто так. Иногда наваливаю целую кучу овощей. Прям пополам буквально рублю. Там морковь, всякий лук. Иногда предварительно все запекаю в духовке, посыпав сухим молоком. Ролики про демигляс, ну это куриный демигляс, на канале были. Под роликом в описании укажу. Да и вот здесь в уголочке тоже есть. Получился бульон и замораживаю. Кстати, у меня вот этот успел уже разморозиться. Удобная штука, между прочим. Сейчас закипит. Вот прям очень рекомендую поступать так же. Реально выручает на кухне. Кстати, пора посолить и вернуть сюда колбасу. У меня эта колбаса в оболочке калибром 22 мм. Была бы раза в два больше, я бы, конечно, пораньше положил. А так, такую маленькую, можно прямо сейчас. Ей времени хватит вместе с макарушками приготовиться. Все, теперь пасту сюда. Конкретно вот эта из интегральной муки. Но можно использовать и самую обычную. И вот теперь надо постоянно помешивать и подливать бульон по мере необходимости. Процесс займет примерно 10 минут. И это самый сложный, ну, не сложный, но, по крайней мере, самый ответственный момент в сегодняшнем рецепте. И не отвлекайтесь, а то обязательно подгорит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Долгожданный момент пробы. Субтитры сделал DimaTorzok. Классная штука. Просто классная. Совершенно не обязательно использовать именно макароны из грубых сортов. Обычные тоже подойдут, это на ваш выбор. Главное здесь большое количество пряностей вот этих овощей. Создается очень классное такое сочетание. И еще важный момент. Если вы просто готовите какое-нибудь там мясо, тушеное с овощами, и едите их с макаронами, сваренными отдельно, то макароны, они пропитаны водой. Вы же в воде их варили. А при таком способе готовки вы кладете сухие макароны в это блюдо. И они готовятся за счет бульона и впитывания вот этого соуса потрясающего в себя. То есть вкус их получается гораздо более насыщенный, чем обычный. Так что это классный способ готовки и классное блюдо. И колбаску еще. Ладно, доедать его буду уже за кадром. Готовьте домашнюю колбасу. Это отличная заготовка, она прекрасно хранится в холодильнике. Прекрасно готовится даже из холодильника. Это не так уж сложно, как кажется. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok